В эфире программа «Время говорить» в студии Юлия Рокотская. Здравствуйте! 31 июля во Владивостокском цирке состоялась премьера шоу «Песчаная сказка». В гостях у нас автор идей, создатель и вдохновитель, художественный руководитель продюсерского центра «Королевский цирк», заслуженный артист России Геерадзе. Геерад, добрый день! Добрый день! Рада приветствовать вас в нашей студии и вновь в нашем городе. Спасибо большое! Мне очень лестно, потому что я очень люблю Владивосток, с удовольствием сюда приезжаю, много ассоциаций у меня, и воспоминаний, и ностальгии по поводу этого цирка, этого города. Много раз здесь работал, выпускал здесь свое шоу «Пять континентов». И вообще-то у меня Владивосток, и этот цирк особенным, потому что на самом деле много здесь было того, что здесь начиналось, имело очень хорошую дальнейшую перспективу и будущее. Поэтому это замечательно, что я вновь уже в качестве художественного руководителя продюсерского центра «Королевский цирк» привез сказку, на самом деле сказку. Песчаная сказка сегодня в цирке. Я думаю, что зрителю вы хорошо известны, и наверняка билеты были раскуплены задолго до... Несмотря на ограничения 50%, которые сегодня, к сожалению, но оно есть, мы работаем, и все билеты проданы, и вот сейчас продаются билеты уже на оставшиеся спектакли, которые дальнейшие будут проходить. Мы здесь будем до октября месяца. Почему? Потому что ограничение 50%, соответственно, зрители на 50% меньше, чем мы работали до этого. Поэтому нам пришлось добавить гастрольный период нахождения нашего здесь, во Владивостоке, и, соответственно, увеличить количество спектаклей, чтобы все успели посетить, и чтобы все успели на самом деле посмотреть эту замечательную сказку, которая была создана на базе большого московского цирка. Это название спектакля «Песчаная сказка». На самом деле это огромный цирковой проект. Это некий синтез эстрады цирка-мюзика, как, в принципе, все мои проекты, с колоссальным количеством животных, уникальных животных, экзотических животных. Это единственный в мире аттракцион, дрессированные бегемоты на манеже цирка. Это напряжение. Вот я сотрудников спрашивал, почти 20 лет здесь не было вот такой группы бегемотов, а ее и нет больше вообще. Это единственные в мире вот такие же экзотические животные, которые работают все вместе с обезьянами. Это такой прямо афроблок, у нас этнический блок созданный. У нас очень много животных, помимо бегемотов и обезьян, и верблюды, и собаки, и лошади, и еще раз повторюсь, и павлины, и питоны. Поэтому это вот такой огромный цирковой спектакль, и с животными в том числе. Тонны декораций приехало сегодня во Владивосток. Колоссальное количество артистов, костюмов уникальных, световых, звуковых оформлений, все, что мы привезли с собой. Все это во Владивостоке, и вот уже первый зритель увидел этот уникальный спектакль, и мы с удовольствием будем рады видеть всех остальных, кто хочет посетить наше шоу. Многие нас помнят, нас знают, знают мое творчество. Но те, кто не знают, то сегодня совершенно спокойно можно зайти на сайт Королевского цирка Гии Радзе, потому что продюсерский центр представляет печаную сказку. Либо на сайт просто Владивостока, цирка Владивостока, и посмотреть и расписание спектакля, и вообще о чем идет речь, и совершенно спокойно не нужно сегодня приезжать специально в кассу цирка, как это мы раньше привыкли делать, стоять в очередях, покупать билеты. Это можно купить совершенно спокойно, сидя дома, просто по электронной, по сайту. Можно зайти на сайт и купить, так же, как и на Владивостокском цирке, так же на Королевском цирке, и уже прийти с позитивным настроением в цирк, и мы от себя гарантируем стопроцентную отдачу зрителю того позитива, той энергетики, которую артисты несут, и показать вам уникальный спектакль, который вновь, вновь мой новый проект во Владивостоке. Я читала, и вот вы сейчас сказали об этом, это спектакль, это цирковой спектакль, это не просто представление. Я всегда называю это цирковыми спектаклями, все мои произведения, потому что это некий, еще раз повторюсь, синтез от разницы, цирка мюзикла, театра, понимаете, это абсолютно... Это вот когда мы во Владивостоке выпускались здесь, 21 год уже прошел, шоу «Пять континентов», мы же его здесь делали, во Владивостоке, именно вот это направление, вот эта стилистика, она и соблюдается во всех наших проектах, вне зависимости, какие они, как они называются. А песчаная сказка, она вообще уникальная, потому что она одна, единственная своего рода вот в таком формате сделана. Здесь созвездия артистов, здесь колоссальное количество животных, как я и сказал. В общем, это очень большой проект, понимаете, это... чтобы привезти его во Владивосток, это больше 10 фур, это почти состав поезда, да? Вот мы привезли на гастроли сюда, в полном объеме, поэтому как бы на самом деле я и называю это спектаклем, потому что в этом шоу существует некая сюжетная линия, есть главные герои, персонажи, которые... Сюжетная линия проходит по всему шоу, сквозной нитью такой, так называемой, но, безусловно, все основано на цирковых жанрах. Это колоссальное количество разнообразных цирковых жанров, и воздушные гимнасты, и уникальные жокеи, кстати, они единственные в системе сегодня жокеи. Жокеи это акробаты, жокеи на лошадях, гимнасты на лошадях это один из вид конного жанра в цирке, плюс дрессура, безусловно, как я сказал, эквирибристы замечательные, коверные клоуны, которые необычные, а немножко сделанные вот как раз вот коверный клоун, Константин Асташов, он и есть, он же и коверный, и он же некий персонаж, который проходит по всему спектаклю, да? Поэтому это вот такое семейное искусство, вообще для меня целый, когда семейное искусство, а на спектакле, тем более, он будет интересен абсолютно всем. Не придется никому скучать, пока шоу длится, будет оно интересно абсолютно всем, и родителям, и взрослым, и детям, и даже к нам на шоу ходят и молодежь, те, которые перестали ходить в цирк, на наши спектакли ходят они. Мне кажется, это достойно, потому что представлений по-другому просто быть не может. Я была на ваших спектаклях, и мне кажется, у меня такого восторга не было в детстве. А на каком из спектакля были наши? Я уже не вспомню, если мне кажется, что это было... Не вспомните, потому что их столько, много раз я привозил во Владивосток, а это говорит о моей, правда, искренней любви к этому городу, к этому цирку, о моих, можно сказать, юношеских воспоминаниях, потому что я еще в качестве артиста в этом манеже выходил, и не просто выходил, а мы создавали вот этот легендарный коллектив «Пять континентов», который я обязательно когда-то, но привезу на гастроли во Владивосток. А сегодня уникальный спектакль «Песчаная сказка» в полном объеме во Владивостоке. Пока мы сейчас с вами здесь общаемся, прямо сейчас артисты репетируют и готовятся к новым шоу, которые пройдут в ближайшие выходные дни. Ну, к слову, о репетициях. Наверное, приморцам в какой-то мере повезло еще больше, потому что у вас, я так понимаю, несколько затянулся период подготовки к этому спектаклю цирковому, поскольку пандемия случилась, и приостановлены были гастроли, и все это время вы занимались. Ну, это было до приезда в Владивосток, на самом деле, когда был полный локдаун, к сожалению, все цирки страны не работали 11 месяцев, но мы, надеюсь, этот период миновали, и мы начали свою работу, мы одни из первых, когда мы начали свои гастроли, как только были сняты ограничения, но на сегодняшний день, я еще раз повторюсь, в Владивосток мы понимали, когда мы приезжали сюда, что здесь 50% ограничения зала, поэтому мы решили приехать во Владивосток до середины октября, потому что дальнейший график гастрольный, он расписан, мы едем дальше на гастроли, чтобы успели все попасть на наше шоу. По два шоу каждые будние дни, то есть, каждые выходные дни в субботу, по два шоу мы работаем в цирке, поэтому ждем вас всех, мы будем очень рады вас видеть, и от себя обещаем, как всегда, необычного, красивого, настоящего цирка, настоящего зрелища, краски, вот этого феерии, всего того, что мы сейчас видим, фрагменты на экране, это на самом деле вот то, что сегодня гастролирует во Владивостоке. Я не так давно ехала по нашей краевой трассе, мне довелось путешествовать, и я видела, как навстречу мне ехали фуры, ярко расписанные цирка. Наверное, это были ваши. Это были мы. Это была огромная колонна, у меня побежали мурашки по коже. Да, это состав поезда, когда мы приезжаем куда-либо в город, то это событие, событие, потому что мы не привозим просто чемоданные номера. У нас всегда большие, масштабные проекты, которые требуют большого количества, вот как вы сказали, транспортных единиц, которые нас перевозят. Это такой негид большой цирковой караван, который переезжает с города в город, и так всю жизнь на колесах. Гия, скажите, почему так масштабно? Казалось бы, ну вы... Потому что я вырос в Советском Союзе, и я еще советское дитя, и помню тот настоящий цирк, когда был сумасшедший масштаб, имеешься посчастливый, я счастлив, что моя жизнь соприкоснулась, и я поработал с легендами, с настоящими мастерами советского цирка. И я еще выходил в манеж с Олегом Константиновичем Поповым, с легендой мирового цирка, с Олегом Поповым, с солнечным клоуном. Поэтому я знаю и помню, и знаком с творчеством выдающихся народных артистов СССР, ровлетов государственной премии, с самым халочем Зоопашем, кстати, с которым мне посчастливилось в жизни, и воля судьбой так получилось, что мы в одном доме в Москве жили на прошении 10 лет. На сегодняшний день мы живем тоже в одном доме, но его уже нет в живых, а его супруга, Елена Николаевна Зоопашная, она до сих пор моя соседка, мы прекрасно общаемся по сегодняшний день, поэтому, понимаете, это мэтры того настоящего цирка, это то поколение настоящих мастеров. И я очень счастлив, что я впитал от них вот эту настоящую советскую цирковую школу, которую сегодня я могу передавать моим уже ученикам, и я очень рад, что на Манеже сегодня работают только молодые артисты, которые воспитанники уже, можно сказать, моей цирковой школы, которую я за эти годы выработал, набравшийся опытом у тех великих артистов цирка. И тот цирк, он был масштабный, понимаете, и я по-другому не могу делать спектакль. Если я делаю что-то, я делаю это грандиозно. Ну, то есть, казалось бы, да, когда артисты едут в маленький город, билеты и так... В Агентстве далеко не маленький город. Да. Далеко не маленький город, поэтому мне не важно, маленький это город, или большой это город, когда я приезжаю, не важно, куда, на гастроли, никогда за 31 год моей работы с цирком, будучи еще артистом, или там продюсером, художественным людям, не важно, я никогда не сокращал никакие спектакли. Если я выпустил проект, то проект гастролировал целиком. Это знают до меня мои продюсеры все, я никогда не шел ни на какие уступки, со мной было очень тяжело договориться, невозможно было. Поэтому, если я создавал какой-то проект, вот хотите вести проект, проект должен видеть все. Неважно, Москва, Ленинград, у меня Санкт-Петербург, либо там Кострома, Иваново, Тверь, Владивасово, мне не важно. Проект выпущен, и он должен видеть, целиком его должны видеть. Зрители везде одинаковы, абсолютно. И люди не должны страдать. Вот знаете, вот в Москве было так, а вот вы бы там привезли, там что-то там не доделано, не доделано, нет. Конечно, тех технологий, которые существуют в московском цирке, мы их не можем повторить в других цирках, потому что там сменные манежи, есть только в большом московском цирке. Это уже не от меня зависит, да, это так построены цирки наши. Вот, но то, что касается шоу, оно в целиком. Это прекрасно. В 100% объеме. Ну, и я знаю, что у вас есть своя определенная позиция относительно того, каким должен быть цирк в нем. Должны быть обязательно животные. цирк для меня это блеск, это праздник. Понимаете, мой мир цирка в моих глазах уже в качестве главного режиссера, он вот такой, как я создаю. Это мое направление. Это мой почерк. У каждого режиссера, у каждого творческого человека есть свой почерк. Я профессионал своего дела. Я знаю, что нужно создавать. Я никогда не копирую другие номера, другие аттракционы, другие программы. Это меня постоянно пытаются копировать и что-либо там сделать, увидев у меня. Но это будет плохая ксилокопия. Поэтому нужно всегда придумывать вот отсюда, от души должна кипеть творческая фантазия, цирком нужно жить. Цирк это абсолютно не профессия. Это образ жизни. Это абсолютный образ жизни. Когда говорят, что вот у цирковых артистов рабочий день, он как бы ненормированный, я могу сказать так, что вся жизнь артистов цирка она ненормирована. Не бывает рабочего дня. Вот у нормальных людей, как вы, наверное, суббота, воскресенье выходные. А у нас основные рабочие дни. Понимаете? У нас вы пришли на работу и ушли домой. А мы приехали на гастроли, пришли на работу и ушли назад в гостиницу. И так всю жизнь путешествуем. Поэтому люди, которые приходят в цирк, они либо остаются в профессии, и это навсегда. Либо они моментально уходят из цирка. Потому что это сложный мир, это тяжелый мир. И в этом сложном мире остаются только смелые люди. Потому что помимо бытового образа жизни артисты цирка это такая профессия, в которой люди рискуют жизнь, выходя в манеж ежедневно. На репетициях, в спектакле, в шоу, неважно. Риск присутствует всегда. Поэтому цирк это искусство абсолютно смелых людей и фанатично преданных своему делу, которые до сумасшествия любят свою профессию и когда-то в своей жизни они решили посвятить свою жизнь цирку так же, как это сделал я в свои 11 лет. Я пришел в цирк, я мечтал у него попасть и прошло уже больше 31 года, как я в цирке. Я, если оглянуться мне вот так назад, я ни дня не жалею, ни секунды изменить не хочу того, что я пришел в цирк и по сегодняшний день связал свою жизнь с цирком. пожертвовал много за этим всем. Я же очень много жертвовал, потому что я уехал с другой страны, я приехал в другую страну, я ушел с семьи, я создал свою здесь. Много, 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 много было за эти 30 лет в моей жизни. Много преград которых, много зависти, много вот этой всей конкуренции бешеной, когда ты становишься успешным, одним из лучших в стране, то это тяжело очень, когда ты получаешь высшие награды, государственные награды, фестивали всевозможные мировые, золото Монте-Карло и так далее, и так далее. Это тяжело эмоционально, эмоционально и потом это все-таки такой некий тоже все-таки шоу-бизнес, понимаете, но сумасшедшая любовь к профессии, она не дает никогда тебе сил не справиться с этим. Оно наоборот тебя вдохновляет и ты стремись создавать нечто новое. Вот мне, вот я сегодня, сегодня у меня было еще одно интервью, я сказал, что не было ни одного города за мои 30 лет работы, уже 31-й год пошел, чтобы я в какой-либо город приехал, за 30 лет и хоть что-то новое, но не запустил. Пусть хоть что-то, но новое обязательно будет шоу. Поэтому, как мой сказал великий продюсер Геннадий Гордиенко, с которым мы начинали в Владивостоке создавать шоу «Пять континентов», он сказал, «Никогда не останавливается на достигнутом», а то это превратится в все время и слово. Нужно всегда шагать в ногу со временем и понимать, потому что сегодня другое поколение, сегодня другой менталитет, сегодня другие дети, вообще другие. Понимаете, я иногда даже поражаюсь, насколько они, я не могу, ну, как бы, они другие, они развитые в сегодняшней жизни, реальности, реальности, да. А мы-то выросли, ну, как бы, я не знаю, как вы, но я-то выросли в другом мире, понимаете, я выросли на добрых детских сказках, мультиках и так далее. Поэтому, все-таки, понимаете, мы абсолютно отличаемся. Но все равно такой мир, поэтому нужно адаптироваться под этот мир и делать спектакли и шоу так, чтобы это этому поколению было интересно. Потому что сегодня это наш зритель. Но здесь, если же целых семейное искусство, и мы, и наше поколение, и старшее нас поколение ходит в цирк. Поэтому нужно найти такое, филигранно найти вот эту золотую середину, вот этот баланс, чтобы шоу было интересно всем. Если говорить о движении дальше, не останавливаться, да, вот я хотела это спросить, куда же двигаться дальше. Я знаю, что у вас есть награда, скажем так, Оскар в цирковом искусстве, да, князь Монако, вы режиссировали его шоу. А мы на будущий год еще раз едем в Монте-Карло и будем стремиться получить вторую награду. Не знаю, как там повезет, не повезет, понимаете, это конкурс, это фестиваль, и это живое искусство, мало ли что. Тут ничего не подставить, это не фонограмма с песней спеть, понимаете, это нужно живое отработать. Поэтому мне посчастливилось, что я дружу с принцессой Стефанией, это принцесса Монако, и вот она меня пригласила уже в качестве главного режиссера поставить юбилейный фестиваль в 45-м Монте-Карло. И для меня это втройне ответственность, потому что а, я главный режиссер фестиваля, б, приглашены русские артисты, и я везу и представлять не только государственную компанию Росгосцирк и Королевский цирк, а всю нашу страну на фестивале международном в своем жанре, как бы, да. И еще я, еще режиссер этого мероприятия и перед принцессой ответственности, и перед всеми, кто там будет присутствовать, а там будет присутствовать вся элита и весь цвет циркового сообщества мира, мира. Поэтому это очень волнительно, для меня было. Мне кажется, для нас, как для страны. 78 человек будут представлены на будущий год артистов российской компании Росгосцирк, Королевского цирка, Геи Радзе нашей страны на фестивале Монарк. Я желаю вам Но меня никогда не останавливали ни золотые клоуны, ни государственные награды, ничего того, что я имею, не предвещало того и не предвещает ничему тому, чтобы я сейчас остановился, сказал, да, мне сейчас все уже, я уже получил все награды, все титулы, и вот, вот, смотрите, как все прекрасно идет. Нет, это нельзя делать, иначе все остановится. Все становится моментально. Нужно развиваться. Я каждое шоу смотрю спектакль, у меня же много проектов, это не один мой проект, и приезжаю, смотрю, и всегда нахожу какие-то, не какие-то их, миллион ошибок, до меня. Может быть, зритель никогда это не увидит, а я увижу ошибки, я хочу переделать, сделать новое, я что-то придумываю, создаю, это творческий процесс, он живет. И пока вот эта жизнь творческая кипит вот здесь во мне и в моих коллективах, вот столько и будет жить эти проекты. Давайте вернемся к песчаной сказке. Кто из состава творческого будет задействован? Меня, конечно, интересует, есть ли там приморцы, потому что я знаю, что в труппе ваше есть. Самое главное, что главный режиссер продюсерского центра Королевский цирк, он же главный режиссер московского цирка Никулина на Цветном бульваре, Евгений Шевцов и главный балетмейстер Ольга Полторак. И Ольга и Женя это ваши земляки с города Владивостока. Поэтому я очень рад, и они всегда раньше всей труппы приезжают в Владивосток, потому что они здесь местные и с удовольствием ходят на все репетиции, потому что для них еще больше волнительно, чтобы шоу было качественное, чтобы зритель, который придет, возьмет программку и почитает режиссер-постановщик Евгений Шевцов, чтобы это было того уровня, которого ждут от Жени, потому что Женя один из лучших режиссеров нашей страны в цирковой сфере. Не просто так, он главный режиссер Московского цирка Никулина на Цветном бульваре. И продюсерского центра Королевский цирк, потому что мы с Женькой уже работаем много, много лет, еще даже когда он не был главным режиссером, мы с ним дружили, дружим и будем дружить, работали, работаем и будем работать. Вы строгий руководитель? Ну, думаю, да. Думаю, да, но я, наверное, справедливый, это вопрос не ко мне, а к моим артистам и к людям, которые у меня работают, но я как бы люблю, чтобы люди работали. Если люди не работают, это не ко мне, им со мной не по пути, просто по жизни. Я сам всю жизнь работал, работаю и надеюсь, буду работать, пока силы сдавая хватит, да, а если у меня в труппе будет драмоед, который не работает, я его держать никогда не буду у себя, потому что зачем он мне нужен? Люди должны жить этим, понимаете, и работать. Вот у меня очень много артистов, которых даже не то, что не нужно заставлять что-либо делать, они сами больше, чем я, хотят что-то делать и расти в творчестве. Это же хорошо. А я уже сегодня в прямом сегодняшнем статусе, я могу им только дать ту зеленую дорогу, которую они хотят. Это то, что когда-то в своей жизни ждал я, но мне не попался такой Гиерадзе, который дал бы мне зеленую дорогу, пока не встретил Генна Галдиенко, но он был моим продюсером. И он был недолго моим продюсером, ну как недолго, достаточно долго, но он ушел в жизни, и когда он ушел в жизни, я уже возглавил продюсерский центр свой и так далее. Ну это уже другая история. Поэтому то, что касается меня как руководителя, я в силу того, что я профессионал своего дела, я требую от людей такой же отдачи, которая была во мне когда-то в их возрасте. Цирк – это семья? Семья. Семейственность там присутствует? Это династия, понимаете? Цирка очень много династий, очень много. За столько лет моей работы с коллективами у нас очень много детей. Я уже даже сбился, какое количество детей, которые родилось в цирке. Эти все дети со своими родителями за кулисами. Это очень приятно наблюдать и очень необычно наблюдать. И многие это даже не поймут, когда мама стоит в костюме, держит грудного ребенка, и он плачет, ребенок, а ей уже нужно выходить в манеж, потому что открывается занавес, вычитывая фонограмма, ей нужно идти работать. Она ребенка передает своей коллеге, артистке, которая следующим номером работает в это время, пока это нянчит ребенка, это работает. Понимаете? Это такая жизнь, которая говорит, что это абсолютно образ жизни. Цирка – это вообще вот нечто непонятное. И вот как раз вот в этом, где растут дети, и где они постоянно на гастролях вместе, в гостинице вместе, там вместе, и тут образовывается вот эта цирковая некая семья. Но в цирке бывает все, в семье бывает тоже все. Понимаете? Поэтому, когда в труппе больше ста человек, то у каждого свой характер, тем более звездные артисты, многие. Ну, мне это никогда не мешало с ними решить все вопросы, потому что им со мной почему проще работать? я сам артист, и мне не надо объяснять ничего. То есть, мне хватает, они вот только начинают говорить, я могу закончить их предложение. Я понимаю, что они хотят. И даем то, что когда-то не додавали мне. И делают так, как хотел когда-то я от продюсера, но получалось по-другому, или получалось, Гена мне никогда ничем не отказывал. Понимаете? Поэтому я знаю ту грань, которая допустима с артистами, а которую не допустима. Но вы ведь сам не из цирковой семьи. Не из цирковой. Никакого отношения к моей родине, не то, что к цирковой семье, а вообще к искусству не имели. Я вот один такой сумасшедший, который попал в цирк, потому что я с детства мечтал быть артистом цирка. Я очень хотел им быть. И мое желание что-либо создать в цирке и позволило мне только достигнуть того результата, который я сегодня имею. Потому что у меня было дикое желание быть артистом цирка. Мне абсолютно было все равно на финансовую составляющую, когда я пришел в цирк, на быт, тот, который нужно было вытерпеть, на те условия, которые были тогда. Да, на много всего, чего я прошел в этой жизни. Спрошу немного неприятный, наверное, вопрос. На цирке часто бывают нападки со стороны общественности. И для вас это, наверное, тоже не секрет. Это относится и к животным, и к образу жизни, и ко всему остальному. Как вот с этим жить? Я скажу так, что цирк с животными он был, есть и дай бог будет. Потому что это традиция настоящего русского советского цирка. Нападки, которые происходят на цирк, именно, в частности, они 99% именно того, что в цирке животные. Но это же абсолютно субъективное мнение какого-то определенного количества людей. Большинство, как любили животных, так и любят животных. Потому что для меня цирк без животных это не цирк абсолютно. И вот этот миф, что цирки там избивают животных, что к ним там плохо относятся и так далее, и так далее, нельзя никогда судить по одному дрессировщику. Да, кто-то там какие-то там кадры в интернете существуют и так далее. Но это же один, два, три дрессировщика. А дрессировщиков в нашей стране очень много. Поэтому сейчас вот есть лицензирование всех дрессировщиков. У нас профессиональные люди, дрессировщики, которые работают в государственной компанией в Росгосцилке. Это официальная компания, государственная, самая крупная в мире. У нас профессиональные люди за этим очень четко следят. Потом, понимаете, когда вы придете на шоу, вы увидите состояние животных. Никогда нельзя скрыть, если животное забито, не ухоженно от его внешнего вида. Ну, вон какие упитанные бегемоты, мне кажется. И бегемоты, и ублюдают шерсть, лосница, и собачки с хвостиками веселыми выбегают в манеж, и лошадки холеные, и так далее, и так далее. Это говорит о том, как за ними ухаживают. А то, что вообще в целом какие-то там интриги, сплетни и так далее вокруг вообще цирка и публичных людей, они были всю жизнь, и это как бы абсолютно нормально. Я раньше тоже реагировал, на меня тоже много что там писали, говорили. Слушайте, ну это же жизнь такая. Назовите мне хоть одного человека, который является публичным человеком, и на него не писали какую-то там кляузу, кляузу, желтая пресса и так далее, и так далее. Ну, о чем мы говорим? Песчаная сказка это магия Востока? Это магия Востока, в первую очередь, потому что сюжетная линия спектакля, она превращает главного героя, который совершенно случайно попадает из музея, он попадает, ну так, чтобы вам сюжет весь не раскрывать, он как бы провалился в такую бездну, попадает в восточную сказку. А дальше он путешествует по определенным мирам, назовем это. Ну, назовем так, мирам, да. Ну что ж, не будем тогда раскрывать действительно всех сюрпризов, чтобы жители смогли сами прийти? Самое главное, понимаете, цирк на по телевизору это одно. Конечно. Да, сегодня 21 век, можно найти на сайт и посмотреть ролики, фото о нашем спектакле, но вживую это неописуемо, это совершенно разные эмоции, это разное восприятие, поэтому, кто любит цирк, и кто знает наше искусство, и кто заинтересовавши на своем искусству. Мы ждем вас всех во Владивостоке на уникальном спектакле, который приехал впервые во Владивосток, «Песчаная сказка». Спасибо, ждем вас. Гия, для Владивостока все только началось, вам спасибо за сказку. Спасибо. Я напоминаю, в цирке Владивостока новая премьера, это шоу «Песчаная сказка». В гостях у нас был автор идеи, создатель и вдохновитель, художественный руководитель, продюсерского центра «Королевский цирк», заслуженный артист России Гия Ирадзе. Это была программа «Время говорить». В студии работала Юлия Рокотская. Увидимся на восьмом. Редактор субтитров А.Семкин